привет всем было у вас когда-нибудь такое доводилось видеть какой-нибудь совершенно жалкого состояния собачку на улице худющую грязную раненую и в общем издыхающую и она настолько в плохом состоянии что вы понимаете что выходить ее скорее всего невозможно вообще а если возможно только каким-то чудом и титаническими усилиями и первая реакция которая возникает что чтобы животное не мучилось нужно его пристрелить или усыпить очень что-то с ним сделать срочно просто чтобы прекратить мучение вот собачка которая сейчас расскажу она родилась уже такой то есть такое и родители сделали посмотрели на нее заплакали и пристрелили вся жизнь собачки составил около четырех месяцев родилась она 10 декабря 2018 года а пристрелили 4 апреля только что называлась эта собачка законопроекта внесения изменений в статью 66 семейного кодекса российской федерации в части осуществления родительских прав родителям проживающим отдельно от ребенка поправка была очень мелкая я выделил тот текст который должен был появиться в статье 66 но не появился так что это не существующая редакция первая оговорка заключается в том что идет перечисление способов общения которые в принципе допустимы и подходит под определение общения а вторая часть на на самой жалкой из этих двух это определение порядка общения до того как вынесено решение суда как вы знаете из моих других материалов смотрите ссылки в углу даже когда есть совершенно законное решение суда почти не существует способов заставить его выполнить а за не исполнение нет никаких санкций разумных санкций на этом фоне внести поправки в порядок встреч до вынесения судебного решения выглядит вообще фантастика от фантастики и цифра цифра даже те кто делал отзыв на этот проект тоже задали вопрос откуда взялась волшебная цифра в виде трех часов в неделю почему не два почему не пять почему три и главное конечно кто и как во первых это будет форсировать исполнение этого и во вторых как кто и как это будет учитывать особенно посредством сообщений передаваемых по сетям электросвязи включая сотовую связь ну кто это будет считать в общем профильный комитет госдумы сами знаете какой родил этот законопроект и собирался его принимать но довольно быстро после короткого рассмотрения сами поняли что общем идея гнилая она просто не пройдет потому что даже ту цифру три часа и нужно хоть как-то обосновать собственное заключение комитета которое можно посмотреть там же на сайте комитета проходится вкратце по тем пунктам почему они передумали во первых так что раз ничего не запрещено значит все разрешено правда встречный тезис раз ничего прямо не разрешено то ничего не разрешено в общем первый выстрел чтобы не мучился связи с чем установление конкретных форм общения представляется нецелесообразным . действительно чё делить шкуру неубитого медведя вторая пуля в ту же новорожденную жалкую собачку они логично подумали что если ведь второй родитель злобный страшный ребенку приносит вред то дать ему целых три часа это же подвергнуть ребенка риску это ж какой риск огромная представляете этого нельзя допустить поэтому получается нужно все равно родители рассматривать под лупой сначала оценивать что там можно что нельзя и только потом давать эти три часа то есть просто так как дать нельзя пуля 3 они сообразили что вообще-то время зависит от каких-то условий сколько лет ребенку как они проживают насколько близко такое состояние здоровья у этого ребенка и все их естественно возможно перечислить в законе но это просто было бы странно поэтому не будем гарантировать ничего потому что все равно гарантировать ничего нельзя следующая пуля указание на то что вообще-то по закону можно заключить соглашение которые люди могут сами соблюдать то есть сами заключили сами соблюдают как говорится в одном известном историческом анекдоте пусть едят пирожные эта фраза мне особенно нравится учет мнение ребенка обязателен за исключением случаев когда это противоречит его интересам интересным ребенка как понимает его кто и исходя из чего в общем сами авторы посмотрели заплакали и пристрелили эту собачку чтобы не мучилась и понятно почему потому что накладывать заплатку за заплаткой на изначально фундаментально ошибочно спроектированную структуру естественно не получается или получается очень криво каждая такая заплатка будет приносить проблем больше чем она их решила это как плохая программа который все время приходится добавлять какие-то там частные случаи самое интересное конечно здесь что похоже что профильный комитет вполне в курсе что система в общем довольно гнилая и что она плохо работает она работает против интересов и детей и родителей и общества в целом но нет у них как бы кишки достаточно для того чтобы фундаментально что-то пересматривать то есть у телеги уже там три колеса все отваливается все там части из нее сыпется но они готовы только на ней цветочки подрисовывать печально очень жаль ладно давайте считать эту попытку не короткой жизнью жалкой собачки которые сделали эвтаназию будем считать что это метеор жизнь его была коротка но она моргнула и это повод загадать желание о чем-то большом и светлом давайте загадаем всем пока и удачи благодарю вас ваше преосвященство но для атоса это слишком много а для графа дель афер слишком мало а